Приветствую, друзья! Продолжаем мы играть за Ангмар, за Зло. Ну и, как видите, у нас переход на 98-й ходик. Не дали нам гномы спокойно захватить их столицу, Гурук Хазур. А напали своим основным стеком, шуганули меня, я отошел. Но отошел я в авторежиме, то бишь недалеко. И противник меня догнал. В принципе, я этому даже рад. Потому что рано или поздно это должно было бы случиться. Мы должны были с этими засранцами встретиться. Но расклады практически одинаковые. Один к одному. Вроде как красного побольше, но это такое. Нас на 300 человек больше, на 4 отряда больше. Но противник более высококачественный в этом отношении. Тут всякая гвардия 13-33, защитники гробницы 12-3. Ну, в общем, гадость та еще. Ну, помимо того, что у нас на 300 человек больше и на 4 отряда. Да даже на 5. Тут гномиков на 14 штук. А у нас еще хорошее стрелковое подразделение. У нас, считай, 6 отрядов варгов, которые могут пострелять издалека. Плюс еще 3 отряда лукарей. А у супостата лишь баллиста и 2 отряда арбалетчиков. Ну, то бишь... Еще до соприкосновения мы им должны нанести довольно-таки высокий дамаг. И потом будем чарджить. Конечно, чарджить варгами, вы сами знаете, дело такое сложное. Но мы будем пытаться. Поехали. Милосердие? Они не заслужили милосердия! Убивайте всех! Так, ну мы готовы начать. Карта такая. Тут склон горы. Все под углом. Не совсем удобно. Я думаю, мы справимся. Вперед, конечно же, сразу выдвигаются наши варги. Сейчас какой-нибудь найдем из гномиков и постреляем по ним. Противник значительно ниже нас. Для нас это, конечно же, преимущество. Даже наши простые лучники эти достреливают и ведут плотненький огонь по Войнам и Редлуинам. Что же, это меня несомненно радует. Только нам нужно как-то это все дело развернуть. Постреляем по ним, постреляем. Уже процент грохнули. Это, естественно, очень-очень хорошо. Так, у нас и ведется ответный огонь. Это арбалечики. Арбалечики. Да. И ведут они гады по нашему гене. Огонь. Я думаю, что мы можем себе позволить отойти. Как-то нужны этих арбалечиков. Так, это вот разведчики. Ох, ты же, баллиста. Баллиста, баллиста. Но наполистов, в принципе, можно сделать вот так. Есть у меня чистый отряд коница. Недавно нами полученные. И вот ими можно будет сбегать, так сказать. Порадовать этих блистариев. Они, правда, прикрываются вот гномами-рабочими. Кстати, сказал, что их 14. Я, походу, единичку не наметил. Их 114. Ну, как обычно. Все как обычно. Так, что гномики-то творят? Не совсем мне понятно. Ага, вот, развейчики. Слушайте, вот это хороший момент. Попытка. Можно... Вырвались вперед, как мы видим. Арбалютуны. И можно их сейчас попытаться прочарджить хорошенько. Конечно, тут такое дело. Ну, вроде как, вошли. Вроде как, десяточку сняли. Все, отходим. А здесь, может сказать, и не дали нормально. Тут рядом защитники гробницы бегают. Сранцы. Так. А вот здесь шанс. Шанс вынести баллисту. Так, ну, неплохо. Мы так их вроде как промяли. Можно отходить. Не без потерь. 2 на 10. 2 на 10. Ну, и какие-то отряды мы, видимо, уже развернулись на наш основной стэк. Стражи Билли Госта. Воины Редлуина. А, все-таки есть у них отряд рабочего в 14 роли. Значит, это я не ошибся. Так. Ну, и баллисту мы, друзья, вывели из строя. 40 человек. Точнее, гномиков. Мы куцнули. И у них минус баллиста. Кто тут? Мещники на нас летят? Ну, нет. Мещники меня не устраивают. Мещники мы ничего не сделаем. Пойдемте на рабочего. Так. Здесь наши варни введут огонь. Издалека. Меня это устраивает. 2 на 16. Это неплохо. Сейчас. Ну, конечно, снизу вверх это, прямо скажем, не то, о чем я мечтал. Но хотя бы так. Хотя бы так. Вот. Очень даже качественно вошли. Полтора десятка у них подкушали. Можем отойти обратно. Так. Тут все хорошо. Тяжелая пехота. Тяжелая пехота. А куда у них стрелки? Вот 50 стрелков. Да. А, вот они. Вот они. Зараза. Давайте нашего наследничка. Пускай он по раболечкам работает. Так. Что мы тут еще можем придумать? Давайте еще повторный чат шеврабочих. Так. Вот эти ребята все за нами ходят. Ну, это хорошо. Они отвлекают. Внимание. И это очень даже хорошо. Главное это. Вовремя убежать. Вот еще один чарджик у рабочих. Ну, такое, ну, полтора десятка. Почти два десятка моим снисселей. Это меня радует. Давайте теперь в раболечиков сзади зайдем. Покажем им всю нашу ярость. Это, конечно, не ярость. Все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Это какая-то хрень получилась, я вам честно скажу. Давай отойдем, пока вас там не убедим нахрен. Так. Вы здесь пока что тоже стреляетесь. Но у варгов, к сожалению, он уже заканчивается. Да я же приказал вам отойти. Вы что, сам не дели? Так. Тут все нормально. Тут у меня кто? Сражаются. Хорошо. Там у меня тоже сражаются. Давайте введем наших лучших ребят. Да, противогвардии Радлуина. Как видим, стражи Белегуст вообще уже удирает. Здесь вот надо это делать. Вон там убегают какие-то семеро воинов. Надо догнать и убить. Варги. 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 Давайте еще отойдем. Еще отойдем. До конца расстреляем наши стрелы. Здесь занимаемся варгами. Здесь хорошо. Наследничек работает по стрелкам. Тоже приятственно. Но пока я не вижу особых проблем. Откровенно говоря. Вполне себе справляемся. 4 на 48. Мы половину стека гномов уже убили. И это, конечно же, очень хорошо. Так. Куда нам ударить? Некуда. Некуда ударить. Ну тогда чарджуем защитников гробницы. Помню, что у них там какая-то просто сумасшедшая защита. Мы будем надеяться, что мы как-то их массой затопчем там. Ну нормально. Слушай, мы им полтора-два десятка снесли сразу. Нормально. Сейчас мы их черджанем. И ни раз, и ни два. Так. Вот проблема главная. Вот арбалетчики по нам по-прежнему продолжают вести огонь. Ничего я с этим сделать не могу. Меня это, конечно, не радует. Давайте брать первую линию. И тупо выдвигать ее вперед. Единственное, вот без варгов. Хотя варги как раз могут черджанать, да? Так. Ты стреляй дальше. Ты проходи вперед. Ты, наверное, дойди сюда. Вы работаете. Так. Дальше. Чуть-чуть не упустил я это дело. Так. Черджуем снова в 37. К сожалению, вот здесь я таки упустил момент. Но вот если бы они сразу побежали бы, а не как обычно, я бы меньше потерял бы. Но... А-а-а-а-а-а. За всем не уследишь. Так, игра. Игра, пожалуйста, вернись ко мне. Спасибо. Спасибо. Так. Ну, хорошо, хорошо. Все. Варги отходи. Варги отходи. Так. Здесь понеслась. Понеслась говно по трубам, да? Так, тут три отряда. Давай. Как-то обходи, заходи. Вы тут как-то долго-то гвардию убиваете. Прямо совсем. Там осталось буквально... Шушуть. Шушуть осталось. Девять. Так. Давай, еще черджим. Тут тоже осталось три десятка всего. Два отряда пехоты все еще гоняются за моей конницей. Вот, пойдемте воинов догоним и убьем. Хорошо. Просто прекрасно. Так. Чарджик. Чарджик хорош. Они походу развернулись и пошли вниз. И тут их догнали в варги. И два десятка они защитников гробниц умудохали. Ну, что я могу сказать? Это потрясающе. Потрясающе. Так. Здесь, как мы видим, тоже все очень хорошо. Так. Вы идите сюда. Вы идите туда. Тоже туда. Вы все тоже туда. Так. Варги. Они снять вот эти варги. А, пожалуйста, вот сюда. Да? Спасибо. Лучников поближе на всякий пожар. Пожарный случай. Так. Два отряда есть здесь. Значит, вперед. Эти будут с тыла. Тут. А пикинеры от нас убегают. Уже прямо-таки. Так. А где мои? Вот они. Ну и гномики вроде как решили отступать, друзья. Есть у меня такое предположение. Не принимают они бой. Они стараются отойти. Так. Вся наша группировка варгов тогда побежали за гномами рабочими. Так. Вот здесь все хорошо. Давай одного дожри. Ну мне в принципе вот стражи карм дума понравился. Он такая. Нормально. Нормально. Если ее не толкать на бой с конницей дуны дайнов, то вообще норм. То вообще норм. А вот если толкать, то тогда не норм, конечно. Конечно не норм. Так. Варги всей своей толпой накинулись на гномов и рабочих, и они их съедают. Это здорово. И там впереди только Мишников 85 рыл осталось. По существу вот это, да? Ну на самом деле все оказалось гораздо проще, чем я рассчитывал. Гораздо проще. Ну в первую очередь из-за того, что противник очень сильно поделился. Они три отряда там оставили, три отряда за этими пошли, три отряда сюда пошли. Ну и как итог они везде получили по лицу, и благополучно на этом все дело закончилось. Конечно не без потерь в 19%, но я откровенно говоря думал, что я где-то пол стека оставлю. И всего лишь каких-то жалких 12% в этом, конечно, просто потрясающе. Так, давайте отойдем. Вот от этих Бармалеев. Три десятка мы им снесли. Одним единственным чаджиком. Давай еще. Вполне возможно, что они смогут убежать. Так, там кто-нибудь уходит. Да, вот эти выходят, а мы их отпустили. Их полководец сбежал, как последний трус. Вперед! Победа близка! Ну еще бы она была не близка. Так, один отрядик. Иди, он всех убей. Ну и все эти тоже побежали уже практически. Да, от нас не уйдут. А то нас не уйдут. Ну и вот этих еще убьем. И, собственно, на этом все. Да, 12% потерь. Норм. Раскатали только в путь. И теперь можно со спокойной совестью брать в осаду столицу их нынешнюю. На это, конечно, классно. Мы выигрываем битву! Еще немного, и враг будет разбит. Ну давайте убейте их. Че вы стоите-то? Ну, Мишкин, Матрешкин. Тупые ворги. Ну, кусай его за голову. Ну. Четверых убить не можете. Ну, там у них защита за 30. Так что удивительно-то в этом ничего нет. Вроде одного сожрали. Молодцы. Ну, еще чутка. Ну, неужели вы их отпустите? А где-то там еще бегает вроде по один. Да, вон он. Нет, оба даже выше. Ты смотри, ну... Это победа! Прославим доблестных и отважных воинов короля! Ну, нормально. 152 потеряли. 1143 убили. Лишь двое этих засранцев выживают. И, скорее всего, не скончаются. Нормально, нормально. Конечно, у воргов есть потери. Минус один отряд будет. Но там вроде у нас есть где-то неполный отряд тоже воргов. Как раз пополним. Ну, пехота тоже, естественно, немного пострадала. Не без этого. Ну, так, в принципе, все очень даже неплохо. И так, вражеский лагерь мы разграбили. Верховный вождь храдрый, он мертв. Ну, и повезло, чел. Бывает. Бывает строительство. Вот, кстати, в анонименсе в лагере воргов построен, да? Ну-ка, ну-ка, давайте заценим. Заценим. Итак, значит, налетчики на воргов и застрельщики на воргов. Это то, что у нас было. И появилось два новых вида налетчиков. Точнее, воргов. Это налетчики с горы Грам. Вот такие ребята. 6-13. Дальний бой 6. Натиск 6. И мародеры с горы Грам. А это уже чисто ударные ворги. Как я понимаю, 7-16. Натиск 9. Без всяких стрелковых приспособ. Ну, тоже натиск 9, конечно. Не то, о чем я мечтал. Но... Но... Хотя бы так. Хотя бы так. Вы, я так понимаю, лучники, да? Да, вы лучники. Хорошо. Ну, конечно же, берем и тех, и тех. Собственно, на них все деньги кончились. Класс. Так, что у нас тут еще? Друг гном. Гуаир, как ты посмел заиметь себе друга гнома? Скажи, не на минус. Гномикин. Зато от шахт плюс 1. 1200 город получает. Ну, хотя бы так. Ладно. Пусть будет. Пусть будет. В 10-м месте мы находимся. Ну, и что у нас тут с гномиками? Так. Чертоги Торина выдали очередные... Очередные отряды. Отправляйся. Слава не что? А, ну это... Приходите и сражайтесь. Это фигня. Но вот единственное, опять-таки, хранители Братби. Мы их уже один раз с вами видели. Это ребята. Арбалечки с дамагом в 14 единиц. Это, конечно, зло. Ну, любой приказ. Просто зло. Так, наверное, надо вот так подсобраться. Ну, да, как я и думал, минус один отряд у меня на летчиков, на варгов. У меня вроде бы был еще один отряд. Нет, уборку. А где-то вроде же был коцанный отряд варгов. О! Здравствуйте, эльфи. Хотите подраться? Эльфи, здрасте. Подходите, мы непобедимы. Так. Так. Я все понял. Я все понял. Вперед! Очень непонятно у тебя. Исполнил любой приказ. Все очень понятно, что нам нужно чесать себе. Уже пути? Выставить часовых. Так. Два отряда, два отряда. Два отряда, это мало. Два отряда. Жду приказаний. Да это практически... Так. Вот эти 13 рыл мне потребуются для вот этих ребят. Кому не иметься. Ну тогда 7. Давай 7 тогда возьмем. Вперед войны. Хотя бы так. Марш. Отлично. И... 27. Исполнил любой приказ. 27 пока мы лишние. Так что тоже. Будет исполнено. Завтра мы в ду приказаний. Так. Значит у нас какие варианты с вами открываются? Где бы же мы бьем вот эти три отряда? И тогда через ход мы берем в осаду столицу. Или же, или же. Но плюс три отряда, это более два отряда... Два отряда стрелковых. Я не думаю, что он нам каких-то проблем доставит. Поэтому давайте брать в осаду. Даже если они присоединятся к этому сражению, они присоединятся в виде подмоги. Это нам позволит. Ну конечно вот эти ребята меня... Разрешить наш спор. А-а-а-а-а. Но мы их сейчас можем тоже потроллить. Они осгилон-то взяли. А отрядов там оставили не так, чтобы много. Вот вам 6 отрядов против двух отрядов. Да? Что вы выберете? Вернуться или продолжать наступать? Вот вам вилочка. Вилочка. Так. Что у нас тут еще есть интересного? Про что ее жаль? Сто раз забыл. Так. На бесплаточку. Ты у меня здесь значит ставишь... Выступаем немедленно. Почту за честь. Башенку ставишь. Здесь будет старожимая машина. Я ее здесь поставил. Вопрос остается открытым. Ну да ладно. Выступаем немедленно. Воины. Подкрепление. Подкрепление. Через три хода оно раздет. Веред воины. Завтра мы продолжим путь. А корабль только через шесть ходят по всему заманять. Это конечно печальная печаль. Денежка у меня кончилась. Так. Ну тогда можно переноситься на этот фронт. Здесь донодайнцы ко мне сами подошли. Скорой встречи в бою. Лошадки подошли. Но я не знаю. Они наверняка отойдут. Может мне пару отрядов убрать из тека. Ну типа мы слабые. Хилые. Ну приказали. Что-нибудь такое. Да. Более выстрелена. Минус три. Почему нет? Кстати. Я тут видел шикарную вещь. Которую у меня вообще глаза не лопнули. Из-за от стула шел тут один товарищ. Товарищ. Вот такой товарищ шел. Гендальф. Гендальф правда законодатель. Не то чтобы серый или белый. А законодатель. Но мне этого за глаза. Всадники донодайн. 10-23. Но я себе представляю. Что он умеет. И что он будет делать. Да. Но с этим я ничего поделать не могу. К сожалению. Кстати здесь коцаны ребята. Хорошо. Но они с мятежниками похоже сражались. Ну и плюсы мингалин. Где постоянно будут появляться вот эти вот прелести. В виде зомбаков. В виде умертвей. Это тоже очень хорошо. Это будет качественно постоянно донодайн троллить. Ну что давайте нападать. Хотите подраться милард. Надеюсь вы не отступите. Мы будем милард. По одним только отряду. На 6 отрядов больше. Но у них они скотина почти все конные. Что им позволит серьезно маневрировать. По лукарям 2 отряда. Ну конечно по настреляют они по нам. Я представляю как. Ну что поехали. Нам нужно вот эту всю говнецу убивать как-то. Пока дедушка Гендальф не пришел. Так. Ну давайте. Давайте. Противник у нас где-то он на холме решил. Постоять. Ну пускай стоят. Что же я могу сказать. А мы тем временем сбегаем. Сбегаем к супостату. И постреляем. Но они как-то уже больно жирно на мой взгляд развернулись. Ну ладно. Не знаю на кой они так делают. Ну вот первые товарищи здесь бегают. По ним мы и отработаем тогда. Прям в красную линию аж. Какие упоротые. А так вы еще и лукари. Ну уж ты что е-мое. Ну что. Три на один. Кто кого. Вот на х... Почему вы вот такие вот, я не понимаю. Прям в упор подбежали. Ну откровенно говоря. Это такое себе перестреливаться с ними. Два на три. Жесть. А, понеслась, да? Понеслось говно по отрубам. Валим! Валим. Валим. Продолжаем валить. Давайте нам пошустрее, чтобы все, вы больше не хотите со мною. Ай, как это все. Не, я конечно могу и к ним сходить. Мне не сложно. Так даже будет проще, наверное. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, ну этих вроде практически разбили. Так, понеслась жара. Противник подошел. Лукари заработали. Мечники побежали. Надо вот этих ребят немножко отвезти в сторону. И еще конницу потроллить. Ну и тут спаста тоже собирается, по-видимому, меня пощекотать. Но мы развернем войска. И не дадим им такую возможность. Легкая конница. Вот стрелять так нельзя. Надо лишь подходить. Шмалять. Потому что вот такие вот фокусы, это конечно... Не то, о чем я мечтал. Ну что, чардж будет? Давай. Влетайте. Влетели. 37, да? Ну сражаться с ними нельзя. Это как ни парадоксально. Но один отряд всадников перебьет 3-4 отряда варгов. Это мы с вами уже проходили это дело. Это конечно удивительно. Но это действительно так. Вот пока стрелы есть, бегать от них стрелять. Когда стрелы закончатся, можно будет уже с ними. Тут еще до кучи своих убивают. Те, кто отстает. Уже 21. Ну уж 15-то вы справитесь, я думаю. Давайте. Ага, обошли таки. Засранцы. Их полководец сбежал, как последний трус. Вперед! Победа близка! Мощно, мощно. 30 на 37. Не шутся, да? Ну да, ну да, он меня, конечно, вымораживает. Откровенно говоря. Тут казалось бы, с одной стороны, против кого вообще сражаемся-то? Уже полная ересь. Там сражаться-то не с кем. По сути. Так нет. Какая-то легкая конница вносит нас только в путь. А по центру у нас, в общем, проблемы. Надо вот этих брать, отключать. И вот сюда вставать. Побежали. Так. Отряд варгов. Полетел. Еще отряд варгов. Тоже полетел. Вот варги наконец-то занялись. Чем-то... Чем-то хорошим. Чем-то положительным. Что это? Дозорные вышли. Испугались, что ли? Щеглы позорные. Так. Вы вперед. Вот тоже вперед. Три отряда варгов. Без стрельбы. Ще отжимают и конницу. Жестко. Очень жестко. У меня уже даже кто-то убегает. Горцев разбили. Да вы-то да. Вы истинная. Так. Давай. В этих вот лесных охотников, пожалуйста, войдите. Типа чарджиком. Даже с отключенной стрельбой они все равно стреляют. Боже ты мой. Что с вами делать? Я не знаю. Ну, хотя бы погнали их. Уже хорошо. Давайте немножко погоним. Все складывается в нашу пользу. Потом развернемся. Мы победим. Ну, конечно. Из трех отрядов у меня только один. Понял. Так. Ну, в принципе, здесь практически все. Осталось только вот этих всадников убить. И вот здесь даже ради супостата. Остальные отряды уже свободны. Можем вот сюда идти спокойно. И убивать их, молясь. Хорошо. Ну, это очевидно, что победа. Но половину стека мы лишились. Вот она, где проблема-то. Гномики, гномики. О, гномики. Тут надо отдать должное. Что у меня здесь генералов совсем никаких нет. Это, конечно, сказывается. Так. Отходи, 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 отходи. Вон, сбегаем за теми. Если так сильно больше. Так. С конницей. С конницей у нас продолжают быть проблемы. Лучники, пожалуйста, все на конницу сконцентрируйтесь. Так. Ну, вы что там? Всех догнали? Нет. Всех догнали. Можем возвращаться. Вот, вот, уконить. Дожрать ее надо. Жуть. Просто жить. А ведь там еще дальше стоит еще пол стека. Противник бежит. Противник бежит. За ним. Плюс дедушка Гендальф идет. Вот и думай. Что хочешь. Так. Знаете-то убегут. Это понятно. Варгих не даже рот. А вот со всеми остальными надо разобраться. Да не надо стрелять. Все, кушать. Лукари. Отставить стрельбу. Парочку своих подстрелили. Засранцы. Да. 49. Половина стека. Как не было. Восхититься весь мир. Конечно, восхитимся. С преимуществом в тысячу мы потеряли больше, чем противника. Но надо учитывать, что стек-то противник практически. Конный был. С неубивашками. Хорошо. Никто не ушел. Это радостное событие. До скорой встречи в бою. Ну и впереди еще 7 отрядов. Ё-моё. Ё-моё. Мне аж страшно идти на эти 7 отряды. Хотя у меня вот хороший подкреп еще в 3 отряда. Уже не так страшно. Да. Будет исполнен. Мы ступаем. А, они даже отступают. Слава королю. Мы победим, Милард. Еще 3 конных отряда. А 4 конных отряд. 2 из которых стрелковые. Еще отряд лучников. 2 отряда лучников. И по сути всего лишь 1 отряд пехоты. То есть по-хорошему это мне на них надо наступать. Но учитывая конницу противника, мы не будем на них. Отступать. Вот и получается какая-то... Какой-то идиотизм. Ага. Что у меня по лукарям? 2 отряда. Плюс варги. Мы выбрали поле боя. Теперь мы выберем победу. Так, ну мы готовы. Мы начинаем. Противник опять-таки расположился аж по всей карте. Но в этот раз они вроде как решили сами на меня побежать. Да. Нам остается, наверное, только отвезти варгов. Пока что за... Наши войска. Лучники работают. Супостаты, впрочем, тоже работают. У них 4 отряда. У нас... Да тоже 4 у нас. Неполные. Есть ребята, да что. По стрелкам, получается, то на то и выходят. Дозорные на нас летят. Пока что у них конница не спешит вылетать в нас. Ну что же, подождем. Твою мать. Дозорные. Ну они хорошо встали под обстрел. Пускай стоят. О, у них лучники. И далее откуда наваливают там. 95-рыл. И вот как к ним пойдешь? Пойдешь. А-а-а-а. Они тебе там навалят. Давай на лебардистов. Я в прошлом бою что-то как-то проморгал, что у меня... А есть такая вот шикарная вещь, как к лебардисты. У нас одного фланга они вроде стояли, а со второго нет. Я еще просто не привык, что они у меня есть. Они недавно появились. Так, тут у меня топоры начали кидать. Хорошо. А-а-а. Сверху обходной маневр совершили в городке. Давай. Двухручниками. А вот мы вам и смяли, да? А вот хрен бы вам, как говорится. Давай вот сюда постреляем. Именем короля, чародея. Сейчас прям тут ввалим. Засранцы тупую. Я надеюсь. Больше тут... А, вот тут здесь еще влетели такие волейбардистов. Альбардисты должны... Если ничего не изменится, мы победим. Ну, здесь, конечно, жестко дикарям ревуара приходится. У меня есть еще вот пехотка здесь. Специально поставил неполный отряд. Они их как раз поддержат. Ну, еще плюс этих двухручников сюда именно можно перекинуть. Так. Лучники работают. Эти работают. Все работают. А куда побежали? Не надо туда бежать. Не надо. Так. Шуганули засранцев. Половину отряда они потеряли. Это радует, с одной стороны. Можно их, наверное, как-то поближе подовести. И я вижу, что возвращаются эти засранцы. Решили провести второй раунд. Беседа с нами. Ну, давай, давай. Так. Так. Здесь что-то как-то пошло не по плану. Ну, ничего страшного в этом нет. Тут еще стоят наши топорщики. Воина Радуара. Ну, и дозорные уже убегают. Просто убегают. Что у нас там? 30 на 37. Жуть. Просто жуть. Ага. Всадники попытались. Ну, их уже всего лишь семеро осталось. И очевидно, что мы их там скушали. По всей видимости, пора выводить варков в поле. И навалиться на эти два стрелковых отряда. Жалко, что у них еще конницы живой очень много. Радует, что она вроде как побежала на нас. Сейчас мне будет больно. Да, мне больно. Но ничего страшного в этом нет. Мы сейчас сюда еще отряд бекоты подведем. И все будет пучком. Так. Полетели. Главную гену не потерять. Да. Вот этот отряд у меня тоже освободился. И его можем тоже вперед кинуть. Впрочем, как и этот. Так. Этих выводим вперед. Этих выводим тоже вперед. Талибордисты. Хоть кого. Хоть как. Так. Ну что? Нам здесь больно. Нам здесь больно. Это очевидно. Надо выходить. Зажали нас немножко в клещи. Кардоланские халукаримые. Не сказать, что много убили. Скорее уж мало убили. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Хух. Ну что нам остается? Нам остается только как-то... Как-то идти вперед. И... И... И бить их. Да? Как-то вот так. И никак иначе. Ну, е-мое. Ну, варги. Ну что же вы какие тупые-то. Я не могу понять, а. И гену здесь остановился и стоит. Ну, я вам всем приказал туда отойти. Два отряда отошло. Эти нет. Эти не отошли. Нормально. Все хорошо. Здесь мы их вроде встретили. Здесь мы разбили. И можем смело вон туда идти. Победа за нами. Но потери вновь просто... Очешуенные. По-другому не скажешь. Так, варги. Ты иди вообще куда-нибудь подальше, чтобы тебя не убили. А ты вот... Чарджуй спинку. Чарджуй спинку. Но разведчики ищу живые. Два раза. Противник бежит. За ним в атаку. Победа наша, но... Так, вот этих лукарей. Кыш, 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 кыш. Не стреляйте. Вы тоже не стреляйте. Вот там. Друг друга убиваете. Засранцы. Ну и все. Давайте пылесосьте шустрее. Будем на этом дело заканчивать. Этой победой восхитится весь мир. Но опять-таки потеряли больше, чем убили. Жестко, очень жестко. Но нам остается только к фарнусту отходить. И все это дело как-то переобучать. Но зато в следующий ходик нам денег много дадут. Устроим засаду здесь. Ну отлично. Враг разбит. Победа за нами. Жду приказаний. Объединяем армии. Так, что у нас здесь? Исполню любой приказ. Крепещите враги. Только скажите, милорд. Так, это мы сделали. Это мы тоже сделали. Тут все тоже сделано. Себя отправляем сюда. Себя. Дружок отправляем куда-нибудь сюда. Вперед, воины. Полностью занят. На сегодня путь окончен, милорд. Полностью. Хорошо. Ну и все тогда вперед в 99-й ходик. Ну да. Как видите, по казне сразу денег дали. У-у-у. Достаточно много. Ну они опять-таки все уйдут, собственно, армию. Чему-то тут радоваться. Не радоваться. В смысле нет. Еще один лагеря воргов построил, судил, на этот раз в столице. Ух ты ж. Темные крымки появились. Лукари. Ты-ю? А что 6-то? Блочники железной короны 5. А эти 6. 13-14. Ну, е-мое, он так нечестно. Там 14 бегает. А нам 6. Ну как там? Где справедливость? 370 монет. Эти 330. Ну, пускай будут темные клинки. Конечно же, воргов берем. Да. Ну и, собственно, деньги ополовинились. Класс. Ладно. Пока тратить не будем. Это мы потом посмотрим. Так. Это все тоже потом, потом, потом. Здесь нам еще два отряда донудаинцев подошло. И, как видим, основной стек из Бри тоже вышел. Разрешить наш 20 отрядов и идет вот сюда, вот на этот фортик. Ну, с одной стороны, даже неплохо. О, я дыгаю. Гендарф вернулся, не пошел. Куда? Стай, нитей нас рассудит. Любопытно, любопытно. Так, что еще из интересного? Так, ну, убивать эльфов мы будем, наверное, в следующий раз. Или нет? Или нет? Что у нас по времени? У нас у меня уже по таймеру практически час. Да. Ну, там практически, не практически. Вот этот засранец идет. Три отряда, ближе. Что эти три отряда гномиков шуганули моих ребят, моих варгов. Они отбежали. Переопущиться они здесь не могут, к сожалению. Мы сила! Но мы их сейчас еще раз шуганим. Жилка не удалось покидать. Там два отряда раболейчиков не покидаешь. Так, ну, каком образом? Так. Марш. Ну, я, конечно, не уверен, что мне хватит этих сил. Мы непобедимы. Но он, может быть, кстати, идет и не нахериков. Возможно, он идет именно в подкреп. Гномом все может быть. Так, ты давай сюда пройди. И что нам делать? Оставить тогда, взять столицы гномов на следующую серию вместе с обзором, да? А в этой серии давайте постепьемся немножко над эльфами. И захватим, собственно, эту эльфящую деревню. Вообще-то она не эльфячая. А, собственно, у нашей было. Что у них тут? Начинаем осаду. У них здесь топороносцы Синдара. 12-21. Не шутя. И копьеносцы Синдара. 13-24. Охренеть. Просто охренеть. Они всю эту нашу кучу малу переработают. Просто на частицы. У меня, конечно, есть отряд Лукарии, но ничего не сделают. Ну, пехоткой, ладно. Мы выбрали поле-боле. Теперь мы выберем победу. Так, ну что, давайте потихонечку начинать будем. Где-то мы так далеко. Давайте ускоримся. Нам, значит, нужно лучниками подойти и накидать по супостату максимально много. Как только мы максимально много накидаем. Мы перейдем в наступление пехотой. И задаем их со всех сторон. Вот такой план капкан. Так, один отряд, наверное, можно сюда пронести. Так, вам можно пока вот это дело отключить. Лучники уже работают, да? Да, лучники работают. Куда-то вот сюда вот они вносят вроде как свои стрелы, да? Вносят. Эльфы возбудились. Сказали, что за безобразие? Кто по нам стреляет? Так, нельзя. Конвенции. О, Гендаль, все дела. Так, эти, значит, уже добрались. Этот отряд тоже практически добрался. Ага, туда-сюда, обратно. Где меня? Вот эти ребятки тоже. Подходи. Не стесняйся. Ага, возбудились таки. Вы возбудились. И что вы? Вы решили куда-то пойти? Не-е-е! Вы же не бросите свой квадратик, да? Как вы его бросите? Нельзя же его бросать. Во, сейчас самые смачные залпы в спину-то, а? Ага. Что вы тут убиты-то сколько? Целых 8% пишутся. Не шутся. Так, сзади обойдем. И сзади, и спирь, мы везде обойдем. Класс. Давай вот сюда, шмаляй. Сюда удобнее. Красивые юниты. И оружие у них такие прям вот. Ух! Ну вот, взяли, убежали. Нам стоит столько двоих стрелять теперь. Я же бой не прям, ну, я же убегать начну. Вы же в курсе? В курсе. Поэтому они тоже не бегут, тоже убегают. Я думаю, что ручников надо немножко вперед вывести. Точнее, вот сюда вот, в бочину, да? А то им как-то неудобно, по-моему, стрелять. Вот, отлично, сгрузились прямо сейчас вот. Вот, лепотно, лепотно. 14% не шутся. Ничего, успокоились, все, больше не бегаете. Я рад, я рад. Надо немного ручников потренировать, а то чу-ка. Ни одной ручки нет. Опять побежали, что это? Носят-то все. Ну, 20% мы застрелили. Меня это, конечно, радует. Еще булычку бы дали, все-таки. Не гномиков стреляем, а целых эльфов. Так, ну, в принципе, все. Можно тихо и сапо сюда заходить. Ударим сперва этими отрядами, а потом стальными дойдем в спинку. Милорд, мы захватили город! Так, пошел сюда, пошел сюда. Я воин корду. Воин он корду, понял. Ну, еще не понеслась жара. Мы выигрываем битву! Еще немного, и враг будет разбит. Вы свой строй собираетесь, да? Здесь тоже удалось неплохо их прижать. Кто же победит? Так. Лученький, иди сюда. Там прохода-то нет. Я думаю, проход есть, прохода нету. Только в обход. Тогда не надо. Че уж там уж. Ну, неплохо они рубятся. 15 на 62, 63, 65. Нам мы побеждаем. И это приятственно. Приятственно. Еще три минуты. Так вот, что вы делаете? Как-то вы в сторону отошли все со своей стеной щитов. Какую-то хренью страдаете, прямо скажем. Ладно, страдаете. Осталось-то две минуты. А, здесь все, да? Отлично. Снимаем, и он туда бьем. Мы убили их полководца. Они обречены. И дикари могут кидаться дальше. Все. Тыкайте алибардами в спину эльфам. Они туда служили. Вот. Отлично. Отрежем ему уши. Законсервируем. Будет деликатэфь. Будем поставлять в Мордор. Мы помним по прошлому прохождению. В Мордоре там. Обожают это дело. Консервированные лефячие уши. Заработаем денег. Шикос. Деревню захватили. Вернули, так сказать, в лоно нашей империи. Прославит доблестных и отважных воинов короля. Ну, потери примерно равны. Представляете? Хотя бы идея. Да. Все два отряда. Против целых шести. При этом мы еще по ним отстреляли на 20%. А все равно. Слава нашему народу! Мы победили! Мы победили, милорд! Ну что ж, друзья. На сегодня у нас все. У нас в следующей серии оставим тогда захват нынешней гномии столицы города. Горгхазур. И, собственно, в следующей серии вполне возможно, что у нас еще один будет эпик батл с Дуны Дайном. Какая-то здесь 20-ти отрядная армия наполовиненная. Но мы их видели в Брияне такие. Коцанные, перекоцанные. Но все еще опасные. Но это уже будет в следующей серии. Собственно, в следующей серии будет точно уже будет сотый ход. И будет уже обзор карты. Мы увидим, кто там, кого, как и зачем. А на этом сегодня все. Ставьте лайкосы, пишите комментосы. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем хорошего! Пока-пока!